Рада приветствовать вас на своем канале! В этом видео я хочу с вами поделиться невероятно вкусным и ароматным овсяным кексом! Я в восторге от результата! Для начала нужно нарезать небольшие кусочки тыквы и яблоки. Далее отварить на медленном огне под крышкой до мягкого состояния, после чего пробить погружным блендером. Затем в отдельной емкости смешиваем сахар, масло, мед и 2 яйца и все хорошо взбиваем миксером до легкой пены. После чего сюда добавляем пюре из тыквы и яблок и хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой. Миксером мешать уже не нужно. Далее соединяем овсяную муку с разрыхлителем и просеиваем. Можете заранее просеять, я просеиваю сразу в чашу. После чего я добавляю цедру апельсина и корицу. Вы бы только знали какой аромат стоит, а это он еще не выпекается. После чего все хорошо промешиваем силиконовой лопаткой. От процесса получаю невероятное удовольствие. А какое тесто красивое получается. Теперь можно его переложить в форму для кекса. У меня такой формы не оказалось, зато у меня много колец для бисквита, так как я люблю печь тортики. Выпекать данный кекс буду в заранее разогретой духовке до 180 градусов примерно 30-40 минут. Готовность проверяю деревянной палочкой. Вы бы только знали какой аромат стоял при выпекании. Вот такой ароматный, вкусный кекс получился. А какие трещинки на нем. Решила еще посыпать его сахарной пудрой. Так он выглядит еще красивее. Нарезаю его прям горяченьким. Ммм, какой он вкусный и ароматный. Обязательно попробуйте данный рецепт. А также не забудьте меня поддержать лайком. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди еще ожидается много классных рецептов. Я поделюсь тортом невероятно нежным и очень вкусным. Для начала нам нужно подготовить тесто для коржей. Для этого я взяла вареную сгущёнку, соединила с яйцами и все хорошо объединила при помощи миксера. Взбивать сильно не надо, нужно просто хорошо объединить ингредиенты. После того, как они объединились, я добавила сюда же 100 грамм растопленного сливочного масла. Сливочное масло берите хорошее, так как это повлияет на вкус будущих коржей. Теперь заново все хорошо объединяем. После этого добавляем сюда же сухие ингредиенты. Это разрыхлитель и мука. Я сразу просеиваю их в чашу. Точные пропорции будут написаны в описании под видео. Теперь нужно будет миксером также все хорошо объединить. Долго вымешивать не нужно. Еще хочу напомнить вам, что на моем канале есть кучу разных классных рецептов. Обязательно подписывайся. И впереди очень много идей, так что не упусти их. Ингредиенты рассчитаны на торт диаметром 18 см. Это готовый торт вместе с выравниванием. Выравнивание делала тонкое, так как делала торт для себя. Толстое выравнивание не люблю. Получилось у меня 1,8 кг. Для удобства я решила тесто переложить в кондитерский мешок. Но это делать не обязательно. Далее потом я застелила противень перфорированным ковриком. Можно просто обойтись бумагой для выпекания. И теперь отсаживаем наши будущие коржи. Я делаю вот таким способом. Вы можете просто сделать разметку и также отсадить коржик. Я делаю это прям в кольце. Потом кольцо убираю. И еще немножечко подровняю коржи, чтобы были более ровные. Но после выпекания их также этим же кольцом можно обрезать. Чтобы были достаточно ровные. Потому что при выпекании они все равно расширятся. Пока я делала тесто, я разогрела духовку до 180 градусов. Выпекала каждые коржи минут по 5-7. Этого достаточно. Вот такие мягкие и ароматные коржи получились. Теперь сделаем пропитку для тортика. Сахар соединяем с водой. Доводим до кипения. Кипятим секунд 30, наверное, достаточно будет. Далее добавляем в горячую смесь вареную сгущёнку. И все хорошо объединяем до однородности. Теперь пора приступить к самому крему. Вареную сгущёнку с творожным сыром объединяем. Объединяем. Долго тоже вымешивать не нужно. Объединили, все хорошо. И все. На этом все. Далее добавляем 2 этапа сливки. У меня 33% жирности для взбивания. Сначала половина порции добавляю. Все хорошо объединяю. Масса становится, крем становится воздушный, очень нежный. Добавляю вторую часть. И снова все хорошо объединяю. Еще хотела отметить, что после выпекания коржи ни в коем случае не кладите друг на друга. Коржи получаются очень липкие. Если они прилипнут друг к другу, очень сложно будет их друг от друга отодрать. Вот. Теперь на подложечку немножко выкладываю крема. И ложу первый корж. И щедро так пропиткой прохожусь кисточкой. Теперь нужно собирать либо в кольце торт, либо в ацетатной пленке, как у меня. У меня толстая ацетатная пленка, но в конце я все равно надела кольцо. Теперь не толстым слоем выкладываем крем. Немножечко я его еще подровняла. И сверху наложила следующим коржом. Также его пропитала хорошо. И аналогично повторила со всеми остальными коржами. Далее накрываем торт пищевой пленкой в контакт. Либо пакетиком, как это сделала я. Естественно чисто. И убираем в холодильник. Тортик у меня постоял ночь в холодильнике. Хорошо пропитался. Теперь я делаю крем для выравнивания. Крем подойдет. Любой крем чистый у меня с добавлением вареной сгущенки. Для начала я взбиваю сливочное масло с сахарной пудрой. После чего добавляю творожный сыр. И все хорошо объединяю. И в конце я добавляю вареную сгущенку. И еще раз все хорошо объединяю. Вот и готов крем. Выравнивание буду делать тонкое. Торт у меня получился вместе с выравниванием 1,8 кг. Если сделать выравнивание потолще, то получится 2 кг. Торт делаю это впервые. В конце видео поделюсь впечатлением о вкусе. Ну вот и пришло время достать тортик. Убираю кольцо. Снимаю ацетатную пленку. На ацетатной пленке остается достаточно крема. Я не выбрасываю. Мастихином или лопаткой собираю этот крем и снова наношу на тортик, чтобы запечатать все крошки и закрыть дырочки. Тортик пока что смотрится таким неказистым, но когда я его выравниваю, он будет смотреться достаточно неплохо. Если по тортику что-то будет непонятно, пишите в комментариях. Я все расскажу и подскажу. Так хочется уже быстрее его попробовать. По такому рецепту торт получается невероятно сочный, очень нежный и достаточно вкусный. Обязательно попробуйте. Теперь прохожусь немного лопаточкой. Далее уже работаю шпателем. По декору заморачиваться не стала. Решила сделать кремовый декор. Мне даже так больше нравится. Получилось неплохо. А тебе как кажется? Напиши в комментариях. Ну вот, пришло время разрезать и смотреть какой же там разрез получился. А разрез получился шикарный. Мне очень нравится. Попробовав этот тортик, я могу сказать, что он очень вкусный. Но есть одно но. Мне показалось, что он немного приторный. Так что я буду дорабатывать этот рецепт. Но все равно, несмотря на это, он невероятно нежный и вкусный. Я надеюсь, вы оцените этот рецепт и это видео. И обязательно подпишитесь на мой канал. Всем хорошего настроения!